Ну а пока политики ссорятся, нервы многих европейцев не выдерживают столь тесного соседства с выходцами из Ближнего Востока. Жители Германии и Польши забывают о толерантности и выходят на демонстрации под лозунгами «нет асламизации» и «никаких прав для беженцев». При этом не считают себя фашистами или ксенофобами. Мол, им просто не безразлична судьба их страны. Другие, такие же неравнодушные, поджигают приюты для мигрантов. Случаев десятки. Пока обходятся без жертв, но судя по масштабам акций и их географии, исламофобия может стать новой чумой для Европы. Сейчас, когда у всех мусульман священный месяц и идет хадж, защититься от нападок мусульманские лидеры не могут. Им запрещено вступать в политические дискуссии. Ну а в том, что в разжигании розни замешана большая политика, сомневаться не приходится. В студии уже Анна Рецкина. Анна, здравствуйте. Добрый вечер, Алексей. Кому выгоден этот нарастающий антиисламизм? Я думаю, свои бенефициары есть и за океаном, и здесь, в Европе. Сейчас расскажу поподробнее. Политическим дискуссиям и пропаганде в святые для мусульман дни хаджа не время и не место. Нарушителям придется провести несколько неприятных часов в участке объяснить свое поведение. В Саудовской Аравии об этом всех уже предупредили. К слову, сами праздничные молитвы официально начнутся завтра. Своеобразное поздравление всем верующим пришло из США. Кандидат в президенты Бен Карсон выступил с неожиданным заявлением «Ислам и несовместим с Конституцией». С другой стороны, а как может быть иначе в стране свободы? Я не думаю, что мы можем возложить ответственность за нацию на мусульманина. Я ни за что не одобрил бы это. Ответить бывшему нейрохирургу почитал за долг каждый. Тед Круз, как и Карсон, кандидат в президенты, упрекнул однопартийцев дискриминации. Берни Сандерс, соперник погонки, завернув тему расизма, высказались и американские мусульмане. Бен Карсон, Дональд Трамп и любые другие республиканские политики, которые предполагают, что чья-либо вера не подходит для государственной службы, забывают о человечности. Трудно поверить, что американцы теперь должны терпеть эти грубые акты религиозного фанатизма. Согласитесь, как хорошо сказано. Но позволим себе отметить, сам Кит Эллисон, демократ, получается настоящая битва века. Добро против зла, слон против осла. Эксперты уверены, американские политики принялись обсуждать ислам, чтобы поднять себе рейтинги, а заодно и отвлечь электорат от проблем насущных, реформы здравоохранения, образования и далее по списку. Но опросы показывают, именно эти темы у американцев все еще на первом месте. И ничего не помогает. А значит, огонь праведного гнева еще раздувать и раздувать. Это хороший материал для избирательной кампании, вообще для управления обществом. Кроме того, что терроризм сам по себе страшное явление, и с ним действительно надо бороться, но у него есть еще серьезная практика применения в качестве инструмента социального управления. Потому что продуктом терроризма прежде всего является страх. В ближайшее время мы услышим еще немало интересного. Разделение электората США на две большие части, за республиканцев и за демократов, не позволяет формировать устойчивую и эффективную повестку дня политикам и вгоняет их в рамки повестки дня партий, республиканцев и демократов. Поэтому вот такие экстравагантные заявления, в принципе, должны, по версии кандидатов в президенты, привлекать те оставшиеся немногочисленные электоральные группы, которые не охвачены партийным влиянием. Ну а сами американцы, похоже, серьезно к своим политикам больше не относятся. Пользователи сетей даже выдумали шуточный хэштег «Как остановить исламского президента». Назначьте следующие президентские дебаты на 8 утра в Рамадан. Ставьте все важные встречи днем в пятницу. Заставляйте их постоянно носить обувь в Белом доме. Ну а в Европе исламофобия обрела уже совсем другие масштабы. Что ни день, то демонстрации. В числу традиционно недовольных Франции и Германии теперь присоединяются Скандинавия и страны Восточной Европы. Лозунги «Нет исламизации» по всей Европе. Эксперты уверены, такая радикализация мнений тоже дело рук политиков. По схожим причинам. Да и бизнесу дискриминация выгодна. Дешевле нанимать нелегального мигранта, чем человека, уже получившего статус беженца. Минус расходы на соцстрахование. Вот только чем закончится такая политика? Если есть где-то антиисламские виды протеста, то с точки зрения политики, политической природы, безусловно, возникает противодействие им. То есть про-исламские выступления. С учетом того, что европейское сообщество сейчас крайне исламизировано, совершенно однозначно можно говорить о том, что столкновений на этой почве просто не избежать. Главное, насколько будет велик масштаб этих столкновений и насколько он будет ожесточенен. Здесь пора вспомнить концепцию Еврабии, сближения Европы и арабских стран. Она появилась в научных кругах в начале нулевых. На практике простые тезисы. Европе нужно признать Палестину. Арабам прекратить вспоминать колониальное прошлое. Ну и последнее. Обе стороны должны объединиться в антиамериканской риторике. Иначе о плавной интеграции можно просто забыть. Вот только процесс уже начался. И кажется, идет он совсем в другом направлении.